Беларусь неодноразово сутыкалась с московской агрессией. Захопницкую политику Москва оправдывала необходностью обороны православного насельництва беларуских землёв. Але это была только формальная зачепка. После вращения себя Третьим Римом, Москва выказала свои правы на киевскую спадщину. Справа обороны православных стала подставой для интервенции. Земли Киевской Руси должны снова быть объединены. Сыходячи с такого подхода, Москва мкнулася довести частей за все с допомогой зброи свое историческое право на территории Великого князства Литовского. В советский час возник тезис прояснения старожитно-русской народности как корня трех исходных славянских народов. Сгодно с новой концепцией беларусы, украинцы и русские вышли из одного народа – старожитно-русского. И теперь снова мусили злиться у один советский народ. На самом речь это означало страту своей мовы и культуры. Старожитно-русской народности никогда не существовало. Это миф, придуманный советскими историками. А лишь что ж было в справедливости? В первом тысячах годах до родства Христова в сходнеевропейские земли заселяли разные народы. На территории современной Беларуси жили Балты. Украины – скифа-сарматы. Россия, от Каспийского моря по Волзе до Карелии, в Уграфины. Прикладно восьмым, девятых стагодзях, после народжения Христа, на эти обшары со своей прародимой у Висло-Одарском Межречче и заходным беларуским по лесу пришли славяне. На этничной территории Беларуси утворились наступные славянские племены. Крывичи – Витебщина, Смоленщина, Виленщина, Часткова, Мильщина, Граденщина. Дрыговичи – Центральная Беларусь и Полночная Полесья, Радимичи – Могилевщина, Гомельщина, Заходня Бранщина, а так само Волыняня – Берастейщина. У десятом стагодзе племены Крывичов и Дрыговичов утворяют свою могутную державу – Полоцкое князство. Виновитое оно станет центром формаванны беларускай народнасці. Такая характерная особливость беларускай мовы як деканя адзначаў яшчэй на пачатку 10-го стагодзе арабскі пісьменнік Аль Масудзі. У слові – Эль Людзіна, што значыць «чалавек». На думку нікатарых гісторыкав, діалект, з якога утвараласы беларускай мова, узнікне в 14-м стагодзе як прынэта лічыць, а значны раней. А так званая старажытно-русская мова – просто книжна старажытно-болгарская во всходнеславянскім вараянці. Усі славянскія народы і нашы сусідзі, палякі і дальнішыя аднас сербы вядут сваю этнічну гістору ад старажытнасці, а беларусам забараняласа гэта. Павадля савецкай навуки як народнасць мы узніклі толькі ў 14-м стагодзі, а дагэта габылі шасткай так званай старажытно-русской. Межтым такоя формаванні як старажытно-русская дзержава не з'являлася адзіным і усе абдымным. Шматлікія спробы кіевскага князя Уладіміра в канцы 10-го стагодзя праймысова аб'яднаць усе ўсходняславянскія землі празпэвны час скончыліся нічым. Полацкая земля ваў партай боротьбе адстояла сваю самастойнаць і засталася незалежной. Мінаміта так пачынаецца саправдна гісторія дзержавнасті нашей радімы. Адзеңзе. Так. Субтитры сделал DimaTorzok